but it's subject to this last time we were talking about love and service and you gave us a homework to read vilapa kusumanjali 59 so we are all prepared so we read it and we are going to discuss these words today 59 well I said that we will discuss 59 stick vilapa kusumanjali yes it's vilapa kusumanjali 59 vilapa kusumanjali 59 stick but what do you see next time ok 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 Нандарани, я читал первое английское, а потом у тебя русско? Да, да, хорошо, да, я читаю русско. Сегодня Нандарани в голубом очень красивая. Спасибо. Когда же Рупа Манджери будет вести тебя, окружённую с двух сторон Валитой, Вишакхой и другими подругами, а я поддерживать тебя за тонкую талию позади? О чем учит нас этот стих? В нашей линии, в нашем способе поклонения есть Рупа Манджери, и благодаря Рупа Манджери у нас есть ассоциация, то есть общение с Радхарани, благодаря ей. И здесь Рупа Манджери ведёт Радхарани, а Радхарани следует за ней. И что это значит для нас? Тут Радхарани учит нас, что если вы следуете Рупа Манджери, то вы также будете получать служение. Это значит, что если вы не следуете Рупи Манджери, тогда вы не получите то самое служение, которое получают другие, как Рупи Манджери. Вы не будете видеть их рядом. Рупи Манджери. Рати манджери в остальном наше оборудование То есть Рати манджери? Рати манджери Туласи манджери Рати манджери и Туласи манджери Ракуна атарс Рати Манджри и Туласи Манджри Раккунат Даска с вами. И здесь также говорится в стихе, что у неё очень тонкая талия и что она очень нежная. Если у вас есть желание следовать, вы должны быть там, вы должны следовать за ней. А если вы не хотите за ней следовать, то вы там не будете. Это ваше решение. То есть у вас должно быть вот это страстное желание следовать. И благодаря этому желанию вы придёте туда. Рупа Манджри lead you on the path with Lalitha and Vishakha on the two sides. Your friends all around you. Friends are also there. You can see everyone. I will see only the friend of Radica. Only Radica's friends will see around her. Yes, I understand. Когда же Рупа Манджри будет вести тебя, окружённую с двух сторон Lalitha, Vishakha и другими подругами? А я буду поддерживать тебя за тонкую талию. Как видите, здесь говорится о том, что Radica окружена подругами. То есть подруги рядом с ней. И если вы служите, то таким образом вы тоже будете видеть и подруг Radica. И там также говорится в стихе «И я поддерживаю тебя за тонкую талию позади». То есть видите, здесь говорится о том, что я тоже здесь, и я тоже держу эту тонкую талию, и я тоже там служу. В Смаране снах и видениях. То есть здесь говорится и о снах тоже. Очень важно, что я думаю. Что я думаю? Думать очень важно. Думать очень важно. Почему? Почему мы думаем? Откуда мы думаем? От моей милости? О чем вы думаете, о том вы будете медитировать. И об этом же вы будете видеть сны. А кто вы думаете, о чем вы думаете, о чем вы думаете, о чем вы думаете. А кто здесь деятель? Кто же виноват в том, что мы видим во снах, о чем мы медитируем? То есть мы думаем, правильно, мы думаем, у нас в результате появляется медитация, и потом у нас в результате снятся нам сны. Так кто же виноват, что нам, например, не снится то, что мы хотим? Значит, мы сами это делаем, нам же никто не запрещает, не мешает. Представьте, вы только думаете о том, что вы держите за талию Радхарани, и вот когда вы думаете, вы представляете, вы уже начинаете медитировать на это. Вы также можете увидеть и представить и гопи, и сакхи, и рупу маншери, и все это у вас тоже появится. Но видите, как бывает, мы посещаем классы, наши зумы, встречи, слушаем такие темы, а в результате все равно думаем о чем-то другом, не об этом. Почему же вот так происходит? Мы слушаем, медитируем, потом нам снятся сны. Понимаете, то есть идёт полная взаимосвязь того, что мы думаем, о чем мы медитируем, и в результате какие сны мы видим. То есть это зависит от нас. Другая взаимосвязь. Первый взаимосвязь. Я в службе, и что я буду думать, я буду медитировать, я буду делать. Вот такая идёт последовательность. Сначала мы думаем, я служу, потом мы, то есть первое, ну, как отношение, то есть я служу, потом мы думаем, потом мы медитируем, и потом мы уже это видим во снах. А почему я это повторяю? Да, а почему же я это повторяю? Я ничего не знаю про вас. Я говорю только про себя, да, то есть это я хочу думать, я хочу медитировать, я хочу видеть всё это во снах, и я просто говорю о себе, а вы тоже потом можете об этом вспомнить. Мы тоже хотим это. Мы хотим думать, мы хотим медитировать. Честно говоря, вот этих двух вещей уже будет достаточно, да, если вы будете правильно думать, медитировать, и это приведёт к дальнейшему прогрессу. Во-вторых. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если мы очень интенсивно о чём-то вспоминаем, то это уже переходит на стадию медитации. И это называется дьян. И для того, чтобы интенсивно медитировать... Это значит, что мы должны медитировать однонаправленно. Ну, вот, например, мы медитируем только на Радху. И вы входите в это состояние глубокой медитации. И вы произносите баджан мантру для Радхи. Это значит, что сразу происходит проявление. Да, то есть, ну вот он ещё раз объясняет, что при медитации у вас идёт полноценная, то есть, однонаправленность мысли идёт. То есть, вы думаете только об этом и больше ни о чём, только одна тема какая-то, одна вещь или человек, больше никто. То есть, при этом очень важно медитировать от сердца, да? То есть, это должно исходить от сердца, а не просто от нашего ума, ложного эго, да, из каких-то наших соображений. То есть, это должно быть искреннее чувство вот любви, желание от сердца медитировать на Радху. И когда это будет чистое такое искреннее сильное желание, тогда это уже приводит к медитации. И таким образом вы уже переноситесь туда, то есть, вы уже не в каком-то состоянии иллюзии находитесь, да? А вы уже переходите туда, и это уже становится для вас реальностью. Друва анусрити — это когда вы находите себя в однонаправленности. И тогда уже приходят все эти желания, которые сопровождают вашу цель медитации. То есть, это уже больше не чужой какой-то, чужая земля, это уже ваша Родина. Вы приехали домой. Вы уже там, вы у себя дома, и Радхарани, она уже с вами. И это уже... It becomes what? Reality, reality. А, reality. То есть, и это уже как видение такое, уже больше, чем видение. Это уже не просто какое-то мышление, а реальность, да? То есть, настолько глубоко это. And then the last state is Samadhi. И самая последняя ступень — это Samadhi. Samadhi means to be fully absorbed. There is not one lava, one fraction of a second out of that meditation. This is absorption, fully absorption. And Samadhi — это уже вот это стопроцентное погружение, то есть ничего нет другого, никакой даже вот доли мельчайшей, вообще ничего нет, кроме вот этой вот цели. And the life force of our mind is Smaranam. And the essence of Smaranam is to meditate on the late times of Yubala Kishore. And in our case, in Manjari Bhav, you only want to serve Radha in this. You have only a connection with Mohan, because he belongs to Radha. That's it. You have only a connection with Mohan, because you belong to Radha, and that is fully absorption. There is no more place, nothing else than Radha. And it is full absorption, when there is no, that is, there is no, that is nothing, except Radha. So what comes out of this is Ananda. This is the matchless gift. And from this one, there is Ananda. If there is an exchange between your meditation, between Mahabhava and Shringarasa, means Radha and Krishna, Radha and Mohan, there is an exchange. If you observe this exchange. If you see these relationships with Radha and Mohan, then you are happy, then you are in Ananda. That is, you become happy, and you feel this Ananda. This is the only thing you want. You want that they are together. And this all happens in Samadhi, not before. This is only Samadhi. And this all happens in Samadhi, not before. This is only Samadhi. So, and to stay in that vibration, you are always chanting. While you are in this state. When you stay in that absorption, this means you are chanting. When you start chanting, the material world starts again. This is what I see. When you start chanting, the material world starts again. There is one nice explanation to that heart. This is one verse. This verse says, Chitanya is here translated as loving ecstasy. And in the last line it says, peanut man, no, 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 that means it's not different, the name is not different from the name. So, Chitanya will be happy, that's it. Chitanya will be happy. Chitanya will be happy. It's all right. Thank you. У кого-то вопрос? Да, у меня вопрос один маленький, можно? Сейчас Масундери has a question, a little one. Can he ask? Да. Рады, рады. Надо ранее. Вот вопрос, то, о чем говорил Рада Мохан сейчас, о том, что погружение, что вот это истинное, что подтверждение того, что мы входим в состояние, в медитации. И вот мое наблюдение и такое дополнение, и вопрос, это о том, что он в этом состоянии, наш Рагунатха, он видит свою гуру Деви, гуру Манджари, рупу Манджари. То есть это как свидетельство, ну вот у меня вопрос, то есть это является, видимо, подтверждением и свидетельством того, что это истинное, как бы, да, спхрути, даршан, ибо ты всегда, ну как бы, без гуру Деви так мы не можем служить. Да, вот вы поняли вопрос, нет? Да, то есть вы имеете в виду вот этот пример полного погружения, то есть видит ли он гуру Манджари свою, да, в этой мете? Нет, он видит, мы же читаем в молитве, он видит. Да, это и есть свидетельство того, что это истинная сусева, да, что она трансовая. Это не надумано в уме, да, это не просто сон какой-то вот случайный, да, то есть как подтверждение, да, и как истинность нашей, как бы, медитации, нашего служения Радхарани, это то, что мы всегда с гуру Манджари, да, и в данном стихе Рагунатха, да, с рупой, он видит всегда его там, он помогает своей рупе Манджари, он радуется за неё, она же ведёт её впереди, она будет там читать по тексту, помните, читали, она опирается на неё, как на тросточку отдыхает. Да, да, дальше. Рады-рады. So here Raghunatka, he is meditating on his service, on Rupa Mandjari, on Rathharani, and here the question is like, what we see in this verse, so that's the proof that his meditation is reality, that it's not some kind of smaranam, like light thinking, but the fact that he always sees his guru Mandjari, so it's also very important that it's real, deep absorption, right? And that's the question, that he sees his guru Mandjari and that he is real. Mandjari, Mandjari, Mandjari. Я хочу сейчас проговорить, что он эти стадии описывал. Первая — это медитация, да, Тхьяна, и потом стадия Друванусмрити, она уже подразумевает, что это реальное видение. А Самадхи — это полное погружение. То есть Друванусмрити — это когда нет ни единой другой мысли в голове, а только объект медитации, да, возлюбленное божество и служение, вот, что там уже всё реально. И вот я хотела бы тоже у Гурудева спросить, то есть получается, что у Рагунатхи Даса Гасвами у него стадия Друванусмрити или Самадхи, потому что обе эти стадии подразумевают уже реальное видение. То есть это не просто воображение, не спурти, а уже реальное присутствие в лилах. Вот можно ещё тогда и мой вопрос? Тогда Говинта Махини по-английски, наверное. Не, не, задай ты, пожалуйста. So here Говинта Махини was again talking about this topic and she also sees that Атхрува Анасмрити is real absorption and Самадхи is real absorption. So what about Рагунатха? Is he staying in the stage of Атхрува Смрити or he is in the stage of Самадхи when he talks in this verse? Правильно? Атхрува Анасмрити и Самадхи, this Самадхи, is never like sitting in one place and close eyes and meditation. So they are similar, you mean? So they are similar, you mean? So they are walking, you see, we know that Baba comes and sees. He is in Samadhi, he gives the trophy, he is walking, he goes to the center, but he is always in Samadhi. That is, Yidruva Смрити и Самадхи это состояние полного погружения. Когда вы находитесь в Самадхи, то человек находится в активном состоянии, да, он ходит, он готовит, он что-то делает. и при этом он он постоянно соединен, то есть он соединен с объектом своей медитации. Он делает какие-то вещи, но он всегда связан с объектом. Даран, 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 you take it. Даран is my Saruva Дарана. I took it and I am leaving and I only I do that. Даран means I am accepted my Saruva and I cover with that. so that makes me to be always Samadhi. So, Даран это принятие своей Saruva, то есть я принимаю свою Saruva, я все время соединен и я всегда нахожусь в этом состоянии Самадхи. То есть тут имеется, акцент дается на то, что во время Самадхи вы все время связаны, то есть вы делаете какие-то дела, но вы всегда погружены в эту медитацию и в это состояние погружения. Дарана это стаи бхава, это наше состояние и все это происходит, при этом вы находитесь в полном погружении. То есть наша связь с вот этим вот изначальным, да, с изначальным нашим бытием, с Радхой, оно настолько сильное, что независимо от того, что происходит вокруг, мы ничего больше не видим и не думаем ни о чем, мы полностью погружены в служение Радхи. И только вижу мои глаза как в виде сэйкопа. То есть я вижу Радхику, то есть мои глаза видят только Радхику, независимо от того, что я делаю. Радхи, Радхи. Асмарана это очень важно. И когда это происходит, то что происходит? Смарана очень-очень важна. И когда это происходит, когда мы начинаем жить, то начинается скурти. Это означает, что без думки делать, какие-то вебы появляются в любом жизни. то есть и когда у нас идёт такая интенсивная очень глубокая асмарана, у нас появляется в спруте, да, вот это вот спруте, вот это видение уже появляется, потому что идёт углубление нашего медитации. интенсивное осознание, реализация, интенсивная реализация или осознание. как волны, то есть постоянно и ничего делать не надо для этого. Вот это вот и есть красота полного погружения. Нурутан Дастаку writes in Prima Bhakti Chandrakas that the only regulative principle of the body of Aishnavas is Vila Smaran. They love that. Yeah, very nice. in Prima Bhakti Chandrika and Rotunda Ashtaku writes in a beautiful verse, he writes that the only regulative principle of the God is is Lila is Lila Smaran. says, he says, he says, he says, he says, that the only principle of all Gaudi is Lila is Lila is Lila is Lila Что мы должны делать? Нандарани, можно? Я прошу прощения, что я перебиваю, просто в према Бхакти Чандрике народ Амдастакура говорит, что в Рагануга Бхакти единственное правило и предписание — это лила с мараном, да? То есть это единственное, что нужно делать. Я как раз так и сказала, что это единственное основное наше действие, самое главное правило. Что такое в Айди Бхакти? Саддак has to do. Саддак means you, you, I, all of the Sada. Что должен делать саддхак, то есть преданно, да? They say, wake up in morning time, take bath, do this, go to Mangalakshi. This is saddhaka, saddhan bhakti. Вот, и что там говорится? То есть все правила, как мы должны вставать, что делать, как мыться, да? То есть все правила предписания для саддхака. А в Рагануга-бхакти тоже есть правила и предписания, но это только лила с мараном. Но не внешние какие-то действия, а именно медитация в уме. То есть ум, он мысленно покрывает, может видеть. А, you mean conceive like a baby? Да. Окей, я си. То есть я не могла понять, что имеется в виду, что он говорит, что в уме зарождается, да, в уме зарождается какие-то вещи, как, например, мужчина и женщина могут жить вместе, и потом зарождается ребенок. They meet many times, under time, but one time can see baby. То есть мужчина и женщина, они встречаются много раз, да, могут встречаться много раз, но только один раз происходит зарождение ребенка. Why? Почему? Because that time, when they are conceiving, they are very oneness. Beloved and lover is so one, they have nothing, other thoughts are there, and they are free to conceive. They are welcoming to conceive. Почему происходит это вот зарождение ребенка? Потому что именно в этот момент они становятся одним, одним целым. Они настолько, как бы, направлены друг к другу, хотят быть вместе, и в этот момент происходит вот это зарождение ребенка. Белый и женщина имеют очень позитивное название. Позитивное название. И у мужчины, и у женщины очень такие позитивные вибрации, настроение. Положительное. But why we not conceive our spiritual body? А почему у нас не зарождается наше духовное тело? Same condition. We are together, but not 100%. 20%, 30% with body handsers. 30% with body handsers also. So mind out also for body handsers. 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 Потому что мы находимся частично в этом состоянии. То есть на 20%, на 30% мы связаны с телом, на 40%. И из-за этого у нас не происходит вот этого полноценного зарождения. То есть понимаете, тут все зависит от того, там садху-санка, повторение мантры, да? То есть когда мы полностью погружены во всё это и на 100% отдаём себя и связаны, вот тогда у нас и происходит вот это вот зарождение буквально за несколько секунд. Сразу же, мгновенно. Even 99% is not acceptable without 100%. Даже 99% преданности, как погружения, недостаточно, чтобы достичь этого уровня. So we are preparing ourselves to totally prepare to conceive the mercy of my Swami. Поэтому вот мы и готовим себя, и, ну, как подготавливаем, делаем все эти действия для того, чтобы вот произошло это зарождение этого духовного тела, чтобы мы пришли… Чтобы мы стали манчжи и садху, чтобы мы всегда занимались этим преданным служением. Видите, какие глубокие темы тут обсуждаются? И когда вы это поймёте, осознайте, примите, тогда у вас появится жажда. И жажда придёт ко мне тоже. И ещё очень важно вот при зарождении, откуда идёт это семя, да? Кто даёт это семя, да, то есть для зачатия. То есть очень важно, от кого это исходит ещё. Здoulder funding во время работы? Только��, да? Приняя, да? И не принимать, друзья. Мам Neo. А, я думаю, про Гуру и садх każ-клай. Не местного бизнеса. Это то есть гуру да, он дает это направление, объясняет, но действие выполняет этот слуга. То есть слуга, в чем состоит его суть служения? в том, что он служит, то есть он не для себя это делает, не из каких-то своих личных целей и интересов, а именно в служении, для служения. Он просто навигатор. А, гуру, ты имеешь в виду? Да. А гуру он только как навигатор, то есть он направляет. Гуру никогда не является целью. То есть гуру, он только путь, с помощью которого мы можем достичь Иштадева. Гуру никогда не является целью. Гуру – это навигатор. Гуру, он направляет. Он показывает путь, то есть он смотрит за учеником, он говорит направо, налево, направо, налево. Если опять ученик куда-то отходит, он опять его направляет назад, так теперь налево. Но самое главное, что ученик в манджере, она должна сама это делать. То есть не гуру это делает, а она сама это делает, а гуру он только помогает и направляет, показывает путь. А если вы заблокировали, то есть чрезмерно настроены только на гуру, то вы себя как бы блокируете, и вы никогда не достигнете Иштадева тогда. Вы имеете в виду только на гуру, как гуру и… А если я получу любовь, то я получу свою любовь, то я научу свою любовь, чтобы двигаться на гуру. И я должен начать смотреть на гуру. Но когда я достигну, когда я достигну, когда я достигну, когда я достигну в гуру, то я буду любить моего навигатор, потому что он меня изменяет. Он изменяет мою жизнь. Так что я никогда не забуду этот навигатор, который показывает на гуру Дивойный способ и обдумывал. То есть и следуя наставлениям гуру, мы двигаемся дальше и в конечном итоге приходим к этой цели, и у нас любовь к гуру идёт. Но эта любовь, она как благодарность, как чувство счастья и радости, что гуру вот он привёл, он показал этот путь, и мы вместе прошли этот путь. Таким образом эта любовь должна быть. Но не нужно забывать о цели, да? То есть цель в нас... I ask a question to you. For Jesus, Jesus was good, or his father was good? Ну, тут вопрос вот, Иисус был цель, или его отец был цель? I think father was called. And why you love Jesus? Because he showed the way for millions of people. That is fine. That to understand this way, and somebody think that Jesus is God, then you make lower to him. who showed the way they are the more great than the God. You don't know the God, but he showed the way, so I love him also. Yes, in Christianity it's very much Jesus, Jesus, and not so much about God. That's true. I will translate. Вот пример с Иисусом Христом в христианстве и Богом. Например, вот смотрите, он задал вопрос, кто является целью, Иисус Христос или Бог? Я говорю, Бог. А Иисус Христос, правильно, А Иисус Христос — это путь, да? Но многие христианцы, например, то есть возвели в культ Иисуса Христа, то есть они ему поклоняются, забыв о конечной цели, о Боге. Но Иисуса Христа нужно любить, конечно, потому что он показал этот путь, он ведёт к Богу. Но многие как бы закрываются на этом пути и останавливаются на Иисусе Христе. Now she said one thing. Everyone said Jesus is Jesus, 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 Jesus. Jesus is God. И получается, что все говорят, да, Иисус, Иисус Христос, Иисус он Бог. То есть идёт концентрация как бы на Иисусе, как Боге. What happened in the church? И что происходит тогда? When Jesus said, I'm the way, he's the goal, then it was... Every word is accepting this. When he said, I'm the way and I'm the goal, nobody accepts, they are going out. No understanding of his career. То есть когда Иисус говорит, что я путь, а Бог цель, то все это принимают. Но если Иисус говорит, что я путь и я цель, то люди будут уходить, они это не примут. empty church. Why? Because you not know the importance of showing way. The way show is more important than God. То есть получается, что внимание концентрируется на пути, на том, как путь показан. То есть путь становится более важен, чем сам Бог. By fortunate, I got it. Right navigator. But I cannot forget my goal. And I think Jesus never forget his goal. Everybody love for that. Him for that. And for that все любят Иисуса. You will be also loved by everyone, if you not forget your Ishtadeva, God, Radha Krishna. I see you. Thank you. То есть нам и нам нужно тоже всех любить, да? Но при этом не нужно забывать нашего Ishtadeva, Radha Krishna. Цель. Understand. Понятно? Yes. If I say five slogs of Sanskrit, as you know, understand, I explain wrongly, you will accept it. But I give you the feeling to understand. You understand me? Yes. How to begin to understand that I want to speak. Yes. Thank you very much. It's very easy to understand for us because we're almost all, I guess, we're Christians. So it's a very good example. This is the way of understanding and a goal. Он говорит, что я, конечно, мог бы там шлоки цитировать, рассказывать что-то, на санскрите какие-то слова говорить, но я говорю, у меня нет цели просто это всё цитировать. Я говорю, моя цель, чтобы вы поняли, чтобы вы поняли разницу. Есть путь, а есть цель, да? И именно поэтому я привожу такие примеры. А я ответила, что да, очень хороший пример, потому что большинство из нас, наверное, были христианами раньше, и мы это хорошо понимаем, вот эту разницу. Вот. И спрашивает, все ли поняли. Спасибо. Спасибо, Бхай. Спасибо. Спасибо, Бхай. Спасибо. Спасибо, Бхай. Мы read, мы read, we read a lot, three words. Продолжение следует... 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 И они посвятили себя самой возвышенной цели Всегда медитировать на Шрирадхику Которая является прекрасной формой юной сладости И чье тело является вместилищем экстатичной и возвышенной любви И сейчас я буду читать комментарий Это является описанием великих душ, которые всегда медитируют на Шрирадху И слово «тьяна» относится к третьей степени медитации На которой человек особенно медитирует на формы и игры Шрирупа Госвами говорит, что «тьяна» состоит из медитации на формы, качества, игры и преданное служение Наратама Дастакур говорит Наилучший объект медитации — это игры Радхи и Кришны А что говорить о физическом уровне? Даже ментально эти великие души отвергли желания результатов плодотворной деятельности Рупа Госвами учит Высочайшая преданность приносит наслаждение Кришне И она лишена То есть она беспрерывная И она лишена желания плодов плодотворной деятельности и эмпирического знания Слово «карма» указывает здесь на плодотворную деятельность, упомянутую в Писании к Смирите А не на ежедневные обязанности преданного служения, такие как служение туласи, сбор цветов и нанизывание гирлянд и так далее Даже в Рагануга-бхакти эти предметы, как служение туласи и так далее, не должны быть отброшены Шрила Вишванатха Чакраварти пишет Без следования процессом слушания, воспевания, поклонения Божеству и так далее Человек не может совершенно следовать поступам людей в Раджа Когда вся деятельность ради плодов отвергнута Человек достигает чистой преданности следования людям в Раджа Существует два вида садхана-бхакти Вайди и Рагануга Вайдхи и Рагануга Рупа Госвами учит Вайди-бхакти или регулярная преданность совершается из страха перед предписаниями писаний И Рагануга-бхакти совершается из-за чистого желания в сердце делать это Когда преданные Рагануга думают о сладких трансцендентных играх Радхи Кришны В лодке их тел качаются на больших волнах их сладких ежедневных игр Вместе с принятием прибежища лотосных стоп Шигуру Садхака также ознакомляется со своей манжари-сварупой Как служанке Шри Радхи Существуют бесчисленные трансцендентные формы в духовном мире И благодаря силе своей медитации Шри Гуру Дэйв knows which of these forms is accepted by the Lord for his disciples Шри Гуру знает, какая из этих форм выбрана Господом для данного ученика И он открывает это ученику, эту форму И это не вымысел, но вечная истина Хотя преданный постепенно достигает сильного желания, прямого преданного желания Желание служения, хотя он имеет это желание, он не может достичь такого вида любви, как Снеха И ему подобных в своем материальном теле Поэтому Кришна однажды милостиво дарует ему прямо или во сне свою и своего окружения блаженную аудиенцию Прямо или во сне Тогда, когда преданный оставляет свое материальное тело, Кришна дает ему трансцендентное тело Гопики Йога Майя организовывает его рождение в земном Бриндаване Окей Только читаем Рады Рады, рады, баба Бютуфл Крэзи бютуфл свит Катха Джаянанта Дазбабачи Рады, рады Рады, рады Very deep subject, very deep Андорани, скажите, что его ученики просто бриллианты в этой вселенной Татху Махараджи Шяма Сундери говорит, что его ученики просто бриллианты в этом универсе А я просто учусь Студент А можно в Сунити, чтобы пролило милость, а попросите Please, Махарадж Боло Сунити, Диди Да, он хочет Сунити сказать что-то, чтобы дать ему благословисть сегодня Гуру Манджари Сунити, Диди, очень благословен Я был в школе с Нараном Да, то есть Сунити, Диди, очень милостиво И по ее милости у меня тоже было Как общение с Нараном Махараджи Рады, рады Рады, рады I was thinking That our process of bhakti-yoga is To fall in love with God Я думала о том, что наш процесс bhakti-yoga Это полюбить, влюбиться, полюбить Бога And that to fall in love is the simple way To always think and meditate about this personality That will fully be my meditation И вот эта вот влюбленность, влюбиться Это очень простой способ для того, чтобы быть полностью погруженным в медитацию So when we are in love, then our aura becomes the pink color, you know А вы знаете, что когда мы влюблены, то наша аура становится розового цвета Даже будучи обычными людьми, мы начинаем сиять И такие счастливые, радостные Думаем только о нашем возлюбленном So when we are lucky, then we realize To fall in love with Krishna is something very nice But we can only love Krishna from Learn to love him by his beloved And that is Shri Madhya Radhika И даже любя Krishna, мы понимаем, что мы чувствуем это благодаря тому, что у нас есть любовь к Shri Madhya Radhika То есть мы влюбляемся в любовь, да И все это делаем, потому что мы хотим любить И мы хотим быть любимыми И все этого хотят И мы узнаем про любовь и от тех, кто любит Кто является влюбленным тоже Поэтому мы хотим быть вокруг людей, которые находятся в состоянии любви And that I see that even the example of conception is so beautiful И даже вот этот пример Этот пример настолько прекрасен Why? Because the seed is only possible to get from those who are lovers Почему? Потому что мы можем получить вот это семя любви только от тех, кто любит Сам Those who are lovers, they can give the seed of love И те, кто любят, только они могут дать вот это семя любви And that's why it's a natural process It's nothing philosophical, nothing complicated Only to get that love from somebody who is in love И это очень такой естественный, простой процесс Это как получить любовь Получить любовь можно от тех, кто любит сам So I can say for myself that I am always greedy to get association of those who are in love Because then you can really, really absorb I can absorb, I can absorb, when I am together with those who are in love И я о себе хочу сказать Вот лично я получаю огромное удовольствие, находясь в общении с теми, кто любит Кто находится в этом состоянии любви Потому что рядом с такими людьми я полностью погружаюсь в это настроение любви And then I'm happy that these lovers, like Sadhu Maharaj, like Narayan Maharaj, like Ananda Das Babaji, like Prabhupada When they give some spark of their love into my little heart And if we go very deep, then they are all loving Swami И если мы глубоко задумаемся об этом, они все очень любят Свамини And so they opened this secret to us And we are lucky because Sadhu Maharaj is very generous in opening his love И мы на самом деле очень-очень удачливы, потому что Садху Махарач Он очень щедро делится своими чувствами и рассказывает о любви И он приглашает нас в вот эту реальность близкого служения, личного Раде, Раде, Сунити, 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 С but they are crazy in love, they are mad in love and the more they absorb, the more they, how to say, mercifully they are sharing this, they show their madness and this madness really can touch our heart and Burudev Saddam Maharaj, he likes to say that he is completely, completely crazy person because every way he looks, he sees his Swamini and every word in every Shloka, in every book he reads, he sees only Swamini and it means it's completely crazy mind, completely crazy in love and this craziness we need, not only love, not only devotion, not only purity but this craziness, this blazing fire of the heart and it's very, very rare, it's completely, it's completely rare thing to meet such a person with a blazing heart and he's showing his blazing heart, so like this a woman is really blessed you out, Sounite Диди очень говорила вещи про Rغanuga Bhakthi, самые понятные, да, что такое Rغanuga, Это влюбиться, просто влюбиться в Господа, полюбить Его, как обычные люди влюбляются, да, когда они никого не видят и ни о чём думать не могут, и есть не могут, и спать не могут, ничего не хотят, только видеть свой объект любви, чувствовать. И я сказала, прослушав это, в уме пришёл ещё такой нюанс, что рогануги — это не просто влюблённые, это с ума сходящие от любви, это просто сумасшедшие от любви. И чем больше вайшнав это проявляет, тем более он милостив, потому что у всех рогануг, их любовь горит. Мы у Рагунатхи Даса Госвами читаем, что его горящее сердце, он показывает. И Гурудев, Саду Махарадж, он говорит про себя, любит говорить, что просто сумасшедший, потому что куда бы я ни посмотрела, я вижу свамини, любой стих, который я читаю, любое слово для меня — это только про Радхарани. И нам нужна именно это сумасшествие, не просто любовь, не просто чистота, не просто бхакти, вот именно это горящее сердце нам нужно увидеть от Садху, чтобы у нас появилась возможность тем же заразиться от него. вот. Гурудев, Мы требуем вашей благослови, потому что у нас ничего нет, и у вас много океана. Я еще не хочу. Это природа святого, Гур. Махараш говорит, что он просит о милости Вашнава. Говинди Махини говорит, что мы просим о вашей милости. Потому что у нас ничего нет, а у вас так много. А Махараш отвечает, что нет, и я молю о милости Вашнава. Я хотел бы добавить, рады-рады, Суннити Диди. Махарадж говорил, что Прабхупада 52 раза на одной странице повторил отношения слова. А слушая Суннити Диди, я ее слышу. Она 152 раза сказала слово любовь. Это милость Прабхупады. Мы очень удачливы, что мы находимся в этом одном течении, в этом настроении. Спасибо, что праздничаю. Капха Speaking Explanation